Давно такого уже не было, что надо было делать виза-чек. Ladies and gentlemen, добро пожаловать в Англию. Чистый английский кэп, сразу стоит такси. Ну и конечно же бросаете сразу в глаза левостороннее движение. Отель, три звезды, но очень... такой жмотский. Очень миленький, старый, классный такой город. Это невероятное что-то. Такая атмосфера, органы, хор поющие. Столько артефактов каких-то. Сашка уехал в Англию и там тусит. Но он говорит, что он работает. Но мы с чёмсяком его не верим. Монтирую видео, последний кусок из Турции. И у меня даже слеза наворачивается, без шуток. Заглянул в супермаркет большой. Быстрый обзор того, что мне интересно. Вот польские знакомые продукты. Есть даже африканское фуфу. Столько легендарных напитков в одном месте. Всем привет. Дождливое утро, воскресенье. Начало командировки. Тяжелое было прощание, но уже приехал в аэропорт. Пойду на оформление. Оно должно быть дольше, чем обычно. Потому что вылет в Англию. И всем нужно пройти паспортный контроль, визовый контроль. Давно такого уже не было, что надо было делать визочек при посадке. Но в багаж я не сдаю. Но на стойку все равно надо всем подходить. Поскольку билет еще не посадочный, а просто сама распечатка и нужно еще визовый контроль. Написано, что чекин откроется только за два часа перед вылетом. То есть еще пять минут куда-то сюда надо будет. Но пока ждем. Прошел все процедуры. Остается еще час до посадки. В принципе, аэропорт Влоди маленький. И тут в одно время... Сейчас только два вылета. Один прямо сейчас начинается посадка. И наш через полтора часа выйдет. То есть раз в час в полтора только выйдет. И поэтому оно довольно-таки немноголюдно. И все легко и просто. В этом плюс летит Влодина, минус, что очень мало куда направления. Короче, осталось провести еще час. Очень дождливый взгляд. Буду ждать своего выйдета. Леди и джентльмены, добро пожаловать в Англию. Аэропорт Станстет. У меня еще где-то полчаса до трансфера в Катфилд. Надеюсь, все успеет пройти. Наверное, паспортный контроль будет еще. Аэропорт вроде не самый большой. Сейчас посмотрим, насколько возможно успеть. Немножко лабиринтов. Но довольно долго идти. Еще даже до паспортного контроля не дошел. Но посмотрим, успею или нет. Еще не последний поворот. Но есть очередь. Посмотрим. Мне кажется, уже шансы успеть у меня уменьшаются стримительно. Прошел паспортный контроль, конечно. Были вопросы. И так минуты две-три точно стоял, общался. Цель визита. По каким вопросам. Где планирую жить, остановиться. Где работаю. Ну и все такое. Когда обратно. Ну в целом все хорошо, доброжелательно. Все прошло нормально. На свой прямой трансфер я не успел. Сейчас буду искать поезд и ехать с пересадкой. Здесь есть расписание поездов. Мне как раз ближайший, который через 40 минут подходит. Немножко видов аэропорта. Пока есть время. Ну такой, довольно большой. И многонациональный, конечно. Много сразу незнакомых брендов. Пришел на станцию поезда. Станцию Экспресс. Отсюда поеду в город Харлоу Таун. Две остановки. 10 фунтов билет стоит. Выглядит вот так. Мне дали целых три бумажки. Там в том числе и чек. Все в таком виде. Дальше у меня будет пересадка еще на автобус. Такой, типа, пригородный. Между, короче, покрестностям Лондона. Там уже будет дальше видно. Тут, кстати, солнечно. И довольно тепло. То, что тепло, я знал. Как бы теплее, чем в Польше. А то, что солнечно и нет дождя. После дождливой води, в которой прям ливень будет всю ночь и утро. Пока что приятно. Но прогноз неутешительный. На всю неделю. Каждый день дожди. Ну, будем приспосабливаться. Харлоу Таун. Иду на пересадку на автобус. Время есть. Должен успевать, в принципе. Еще билет надо купить там. Есть еще один чисто английский прикол. Вместо exit. Они употребляют way out. Большой лифт. Своеобразный. Понимается медленно и долго. Что нужно купить? Что нужно купить? Что нужно купить? Тут way out и еще один лифт. Ааа. Что ж. Наверное, так надо. На выходе чисто английский кап. Сразу стоит такси. Мне пришлось еще на выходе там сдать свой билет в автомате, чтобы выпустил у меня турникет. Стойки почты. Так, мне куда-то туда вроде. Должен за минут пять дойти. Но прикольно тут, конечно, сразу атмосфера другая. Маленький прикольный городок. В принципе, было бы время. Я бы, конечно, прошелся, может, и подробнее чуть-чуть. Но, к сожалению, два часа ждать автобуса и желания особого нет. Поэтому иду чисто на остановку автобуса. Ну и, конечно же, бросается сразу в глаза левостороннее движение. Необычно так. Никогда я не сталкивался с таким еще. Видняется моя остановка через дорогу. Для начала надо перейти. Главное, не перепутать стороны. Ну, в мое направление. Дальше туда, в сторону Лондона. Сейчас буду разбираться с билетом. Что-то мой автобус уже на четыре минуты опаздывает. Хотя вот все, расписание рядом. Пришел я заранее. Долго пытался купить билет онлайн, но в итоге все получилось. И тут же пять минут жду автобуса, которого нет. Что-то мне это не очень нравится, но пока жду. Добрался до места в итоге. Автобус опоздал на двадцать минут. Я уже думал, он уехал раньше. Придется ждать следующего полтора часа. Хотел писать уже коллегам, что застрял в этом Harlow Town. Еще на два часа. Я думал, можете сходить в какой-то магазин, купить время. Но в тот момент, когда я уже собрался писать. Подъезжает автобус. Все. Добрался. Пойду в отель заселяться. Пришел к отелю на заселение. Начинается только через полчаса. Никого нет даже внутри. Пока что пойду в магазин. Тут есть Aldi. В принципе, знакомая сеть. Интересно, что есть. Какие продукты отличаются. Но, должен сказать, ассортимент отличается довольно-таки. Много всего полностью другого. Еда вообще другая, я бы сказал. Напитки тоже свои. Консервы. Прикольно будет походить. Но уже налегке, наверное, когда-нибудь. А не с чемоданом. У меня пиво. Естественно, есть Guinness. Сразу по 4 банки в упаковке. А Guinness 5 фунтов за 4. Есть стеклянные. Немецкие. И не только. Итальянские. Бельгийские. Выбор огромный. Заселился. В итоге только ровно в 3. Люди подошли на ресепшн. Ну, заселились без проблем. Отель. Три звезды. Но очень такой жмотский. Wi-Fi написан только 30 минут бесплатно в сутки. Номер. Ну, номер нормальный. Как бы тут. Ничего ужасного я не могу сказать. На первый взгляд все достойно. Трех звезд. Прикол в том, что я когда пришел, было уже 3.05. и уборка еще продолжалась немножко. Что у нас есть. Донесли еще бумагу. Ну, надеюсь на этом все. И можно сделать обзор. В принципе, не плохо. Кран нормальный, современный. Ну, правда, ручка смыла. Такая себе. Необходимый минимум есть. Как будто. Даже вентилятор. А тут забавно. Я так понимаю. Открывашка для бутылок пивных. Прикол. Даже телевизор. Нормальная двойная кровать. Пойдет. Розеточки. Здесь можно просто USB заряжать. Сами розетки, конечно, вот. Такого формата. Переходники у меня есть. Окно маленькое, английское. Вид тоже вполне себе английский. Ну и после заселения, небольшой передышки, самое время еще воспользоваться моментом. И посетить этот недалеко прикольный старый город есть. У меня билет на весь день на зону Hertfordshire. Поэтому есть шанс ездить туда-обратно еще по тому же билету, по которому я ехал сюда заселяться. Отель недалеко. Вот с этим торговым центром галерея. Тут и остановка. Рядом автобуса, на который я иду. Переехал в центр Сент-Олбанс. И мне уже очень нравится город. И проездом когда из автобуса смотрел. И вот сейчас, ну очень миленький, старый, классный такой город. Тусовочный немножко. Такой. Вообще, что еще хотелось отметить. Насколько этническое разнообразие огромное в Англии. Такого я нигде, наверное, не встречал. И это даже еще не Лондон. Там наверняка вообще любой язык мира можно услышать. Ну а Сент-Олбанс классный. Я сейчас иду к главным достопримечательностям. Пока еще не стемнело. Виды тут, конечно, просто вау. Там вдалеке башня видна. А здесь очень миленький домик старый. Сказочный городок. Супер. Классный вид на башню. Подъем туда, насколько я знаю, открыт в сезон. Но он закончился в сентябре. Стоит 2 евро. Точнее 2 фунта, конечно. Ну, наверное, не слишком высоко, но прикольно. Но поскольку уже не сезон, остается идти дальше. Место нереальное. Сейчас подхожу к легендарному Сент-Олбанскому собору. Не знаю, наверное, один из старейших в Англии. И один из самых известных. Особую историю я не успел изучить. Но заглянуть точно стоит. Особенно, что он еще открыт. Это, конечно, шокирующе, грандиозно. И вот, чтобы обойти вокруг, я не знаю, сколько нужно времени. Очень массивный, длинный собор. Место роскошное. Один минус только что и этот один. Без Оли, без Чупи. Но величественная архитектура, конечно, в Англии не редкость. Самое интересное, что вход здесь бесплатный. Можно зайти и любоваться. Но внутри просто нет слов. Это грандиозно и шикарно. Ничего другого даже не приходит в балово. Потрясающие виды. Здесь также есть возможность оставить пожертвование. Можно бесконтактной картой. И что интересно дальше еще есть. Кафе, магазин, туалет. Такое дело. Это невероятное что-то. Так. Тут еще практикуется хор. И знаменитая роза. Витра. Красота. Тут даже есть детский уголок. Где можно переодеться. Доспехи. Меч. Впечатление просто невероятное. Плюс еще хор репетирует. И эта атмосфера просто x10. Невероятно. Короче, вывод. Это невероятные какие-то эмоции. Такая атмосфера. Орган. Хор поющий. Столько артефактов каких-то невероятных. Архитектура. Вся история так сосредоточена. Никогда, наверное, на меня такое впечатление не создавал. Собор не один. Но тут еще и парк вокруг. Просто умиротворение полнейшее. Место обязательно для посещения, конечно. Рядом с собором. Просто наимилейшая улица, по которой невозможно не пройтись. Скоро уже закат. Но я собираюсь тут еще пробыть, наверное, в минимум часок. Потому что очень интересно все выглядит. Нашел до еще одного парка. Называется Верламиум. Здесь все-таки заметные римские корни у этого города. Он был римским ранее. Есть пару артефактов. Я еще дойду к ним. Парк тоже классный. Буквально в минутах десяти от собора, от всех интересных мест. Супер место для прогулки, для релакса воскресного. Чем все и пользуются. Мелота. Приятный ухоженный бизончик. Руины древнеримские вдалеке. Классно. Опять же все выгуливают собак. И не только. Бывшая городская стена. Какие-то ее руины. Частично остались еще. Ну интересно осознавать, насколько тут древняя история. Вот в полдня уже нахожусь в Англии. И остался как минимум один важный вопрос, который меня до сих пор волнует и немножко коробит. Все-таки. Какое движение. Ну понятно, на дороге левостороннее. А для пешеходов на тротуаре действуют какие-то правила или нет. Потому что пытаюсь наметить, заметить какой-то общий паттерн поведения пешеходов, но его нет. Кто-то ходит по левой стороне, кто-то по правой, кто-то не обращает внимания. Я так пытаюсь идти где-то за кем-то или пытаюсь. Ну тянет направо, как я обычно хожу. И иногда на встречу тоже идут люди по той стороне. И немножко надо расходиться. Короче, пока не понял, как тут устроено. Возможно, никто не заморачивается и ходит кто как хочет. Дошел до еще одного храма уже в темноте. Ну и тут могилы и смотрится, что мразненько. Но при этом выдержано и стильно по-английски. Ну все, вернулся в отель. Довольно насыщенный день получился. И я ни разу не пожалел, что решил съездить в Сент-Обенс. Мой прям точнейший рекомендацион. Место стоящее. Единственное, может не из всех городов туда удобно поехать. Мне так повезло, что я был очень рядом в 20 минутах на автобусе. Даже в 15, наверное. Ехать из Лондона не уверен, что настолько удобно. Но если по пути из аэропорта или в аэропорт, зацепить стоит. Всем привет, ребята. Я снимаю это видео абсолютно одна. Вру. Не одна. Со своей кучеревой жопой. С чумсиком. Почему одна? Потому что Сашка уехал в Англию. И там тусит. Но он говорит, что он работает. Но мы с чумсиком его не верим. Работает, но постоянно фотки шлет. Вот знаете, ой, я тут поел вкусно. Опа, смотри, какая красивая природа здесь. У нас солнышко. У нас там не идет дождь. И знаете, вот это такое воодушевление. Рассказывает, я тут в магазине была. Там так офигенно, классно. И мы тут с чумсиком одни скучаем. На самом деле, не особо мы скучаем. Потому что я хожу каждый день на работу. Если вы помните, то раньше я постоянно брала такие отпуска, чтобы сидеть с чумсиком. Но в этот раз я подумала, фиг вам. Чупсик уже взрослый ребенок. Он уже абсолютно научился ждать. Да, может там гавкануть пару-тройку раз. Но не больше. То есть я попросила на работе не работать больше пяти часов, чтобы его выгуливать. Потому что мы выгулим его три раза в день. Ну и я подумала, что вот как раз типа пять часов плюс тридцать минут туда, тридцать минут обратно, еще плюс час. Часов шесть он без меня побудет. Ничего страшного. Так и получается. Саша уже с нами нет. В воскресенье он уехал. Вот сами посчитайте. В воскресенье посчитайте. В пятницу он вечером приезжает. И самое классное, что он вылетал из аэропорта нашего Лоцкого. Что очень круто. Намного это, знаете, экономия времени. Потому что если бы в Варшаву. Плюс с Варшавы нужно было приехать на автобусе или на поезде. А на поезде это вот сто процентов в пятницу. Он бы опоздал. Или бы не доехал. Потому что я не знаю что. Но в Польше они... Короче, у них какая-то проблема с поездами. Не проблема с самими поездами, а с расписаниями поездов. Я не знаю. Они постоянно опаздывают. А в пятницу вообще там пробки какие-то. Короче, вы сами знаете, кто живет в Польше. Особенно часто ездит на поездах. Тот понимает, о чем я говорю. Вот. Я хожу на работу. Чупсик на фоне пьет. На всю. Вот такие новости. Особо, конечно, ничего на этой неделе не происходит. Кроме того, что я хожу на работу и выгуливаю чупсика. Ну а в пятницу будем его встречать. Завтра планирую сходить в магазин. О, сделала себе такую косу. В четверг... Нет, в четверг... Нет, в пятницу. В пятницу планирую сходить в магазин. Что-нибудь вкусненькое приготовить Сашке. Я уже придумала. Буду готовить тайский суп. И... 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 Еще, думаю, какую-нибудь... Какой-нибудь сладость со сгущенкой. Но тут я придумала. Точнее, мне подсказали, что можно, как в детстве, типа, вафельные... Такие... Ну, не бисквитцы. Ну, вафелька такая. И промазать ее этим... Как ее там называете? Сгущенкой. Во! Со сгущенкой. И что-то я не припомню, чтобы мне мама в детстве такое готовила. Но, в принципе, я видела такую сладость. И... Хочу тоже повторить. И что-то я как-то рассказывала об этом Саше. Саша сказал, о, классная идея. И я подумала ее реализовать. И, короче, будет у меня вот такие два блюда. И... Это вот тортик. А, и еще, я думаю, приготовить ризотто. Ну, вообще, блин... Лучше, чем в английских этих заведениях. Он говорит, что сама английская кухня... Ну, что и... Как бы... То, что я об этом тоже думала, что она сама не очень такая вкусная. Типа... Fish and chips. Что там еще там дают? Какую-нибудь яичницу. Короче, так себе. Не очень вкусно. Но, в принципе, прожить можно. Там же не только английская кухня. В Англии там есть все, ребята, все. Он показывал мне... Ходил в торговый центр, в магазин. И там кухни из Индии, из Африки. Я не знаю, из... Со всего мира кухни. Короче, все, что угодно можно купить. Посмотрим, что он нам привезет. Я обязательно поснимаю. Покажу, какие он подарочки привезет. Я сказала, побольше вкуснях. Побольше чего-то необычного. Потому что я не знаю, побуду я когда-нибудь в Англии. Нет, конечно, бы я очень хотела. Однозначно. Кто бы не хотел. Но вы сами видели, я подала документы. И остается только ждать. Если мне не откроют, я пойду жаловаться в ПИС. И вы знаете, что будет. Я их вычислю всех. Пожалуюсь в ПИС. Им такое, бля, устрою. Поэтому они обязаны будут меня пустить. Еще параллельно, конечно же, я монтирую видео. У нас тут последний кусок из Турции. Как по мне, так самое интересное. Но вообще все куски из Турции для меня волнительные. Я смотрю, и у меня даже слеза наворачивается. Без шуток. Потому что я очень сильно скучала по нашим родителям. Понятно, и по своим. Но и очень сильно скучала и по родителям Саши. Потому что у нас очень дружная семья. Мы друга все любим, обожаем. Ездим на праздники друг к другу. Ну, сейчас уже нет. Но мои родители ездят к Сашиным родителям. Саши родители едят к моим родителям. Мы все очень дружные. И мы очень любим друг друга. И, конечно же, когда я смотрю эти видео, мне так офигенно. Ну, конечно... Короче, что я рассказываю? Понятно, что такое прочувствовать можем только мы с Сашей. И это одни из самых любимых, знаете, мои минуты монтажа. Так, кто отвлекает, а? Поляк мой. Вот что ты такая кучерявая, вредная ёпа? От твоих висхушек. От твоих вот этих вот кучерюнтиков. Он сводит меня с ума своими кучеряшками. Вот эти ушки. Господи, как я люблю эти ушки. Посмотрите, какой он вообще волнистый кучерёвый. Вот так он любит стоять и в окошке смотреть, и гавкать. У нас, смотрите за окном, как красиво. Растений много. Все растения так классно подобраны у нас. Потому что уже холодно, но вот в холодные времена, в осень, вот эти цветы, они поменяли свой окрас, и они стали красные. Что вообще роскошно выглядит. Все классно. Чего ты, гавка, еще? Остается один, один, такой хороший у меня собака. Вот ты меня отвлек, Пудель-Штрудель. И к чему я все веду? Последний кусок у нас будет на 53 минуты. Первый раз у нас видео выйдет на такое, не знаю, прям, ну, долго-долго. Но я подумала, и мы тяжко решили, а не наоборот. Мы подумали, и я решила, что выпустим этот кусок. Потому что там уже еще много чего наснято. У нас жизнь идет, кипит. И видео выходит один раз в неделю. Будет странно выпускать последний кусок из Турции, когда у нас уже там столько всего в жизни произошло. Ну, как бы хочется, конечно, все и так выходит с опозданием. А так будет еще больше опоздания. Поэтому мы решили, что выпустим такой большой кусок. Посмотрите, не посмотрите. В любом случае мы будем очень благодарны за любые просмотры, за любые лайки. Короче, вы сами знаете. Короче, вы сами знаете все, что если посмотрите, мы благодарны. Если не посмотрите, мы тоже благодарны. В любом случае эта поездка была больше для нас, для родителей. И она, конечно, там очень много такой сумбурной информации. Но неважно. Когда-нибудь я научусь формулировать свою мысль прямо. Вот так вот прямо она будет идти. А не с ветвлениями. Вот так у меня постоянно я говорю об одной. Я вот уже себя зафиксировала тут в голове, что так я доведу эту мысль до конца. Но тут я что-то вспоминаю и отхожу от этой темы. И когда уже хочу вернуться в первую тему, то все. Я уже как бы и практически забыла, о чем шла речь. Так что оставайтесь с нами это видео. Смотрите его до конца. Ставьте лайки, подписки, комментируйте и подписывайтесь в инстаграм. Я, конечно, всегда обещаю, что там будет каждый день выпускаться сториз. Но, ребята, это практически невозможно. Потому что я очень много работаю. А Саши в инстаграм нет. Саша тоже очень много работает. И поэтому мы в промежутках, если снимаем, то это обычно видео. И на ютуб у нас лежит душа больше. Поэтому мы стараемся снимать больше на ютуб, чем в инстаграм. Хотя я понимаю, что в инстаграм тоже нужно что-то выкладывать. Но периодически я выкладываю. Поэтому это вся тирада говорит о том, чтобы вы подписывались. Чтобы хоть иногда смотреть наши сторизы. Вечер после работы, после ужина заглянул в супермаркет большой. Это недалеко от отеля. Супермаркет огромный. Уже все к Хэллоуину готовится. Где-то даже что-то к Рождеству. Сейчас покажу, что имеется. Так, быстрый обзор того, что мне интересно. Есть и одежда, но туда нет смысла заглядывать. А здесь уже поинтереснее. Есть какие-то снеки непонятные. Куча риса, сладостей. Все будет такой праздничный. Как раз на входе. Конфеты, подарки. Есть огромные такие ведра буквально с конфетами. Адвент календари уже. Конечно, и актуально. Украшения. И дальше подробнее что-нибудь покажу, что поинтереснее будет. Тут большой отдел с разными кухнями мира. Азиатские напитки, снеки, шоколадки разных стран. Есть польский отдел чуть дальше. В основном вот под Eastern European там в основном только польская. Ну а как бы поляки тут одни из самых приезжающих. Много индийской какой-то еды. Есть африканская, азиатская. Вот польские знакомые продукты. Напитки. Водка есть польская, энергетики. Здесь какие-то интересные всякие штуки. Тут у них популярны. Рутбир есть. Есть имбирное пиво. И есть еще какой-то типа супер молд и мега молд. Какие-то солодовые напитки. Не знаю, интересно попробовать. Не знаю, рискну или нет. Возможно вот рутбир стоит попробовать. Тоже всякие напитки, приправы, соусы, консервы. Ничего только нет. Есть даже африканское фуфу. Здесь тоже напитки. Рис. Нормально в таких пакетах. Приправы. Много индийского, как я говорил. Какие-то чечевица и прочее. Злаковые. Много бич пакетов. Парочку надо привезти на пробу. Соусы, приправы. Всякая азиатская. Интересная штука. Опять куча риса. Масло. И индийские снеки. Вот что меня еще привлекло. Наверное, что-то стоит взять. И тот ряд это не все, что есть из международной кухни. Продолжается всякая больше индийская тема и азиатская. Ну, в том числе и довольно привычные продукты, но вот в таком все азиатском стиле. Есть итальянские какие-то виды пасты. Ну, и барелла, очевидно. Соусы. Мексиканская еда. Еще соусы азиатские. Уксус. Соевый соус. Иной английский чай. Легендарный. Выбор огромный. Запах такой чайный-чайный стоит. Надо что-то выбрать, я думаю. Явно не липтон. Выбор-то поинтереснее. Небольшой обзор сидра и пива. Выбор тоже огромный. Для меня прям сложный. Столько легендарных напитков в одном месте. Естественно, Гиннес. Но только в больших коробках. Тут уже вина. Здесь еще пиво тоже в коробках. Размер чипсов. Зацените. 20 упаковок в одной. Ну, или такие пакеты. 5 фунтов. Почти 500 грамм. Вообще, на большую компанию размерчики. Всяких конфет тоже большое разнообразие. Долго застрял, выбирал. Всякое интересное с собой привезти. Хотела рассказать вот об этих мистах для тела. У меня вот от Victoria's Secret. И честно говоря, в начале он мне вообще не очень понравился. Но потом, как зашел. Я вообще от него в восторге. Хотя, я не пробовала другие запахи. И по цене это намного выгоднее. Типа, что-то там 54 злотых. Зато, смотрите, какой он огромный тут. Сколько тут миллилитров? 250 миллилитров, чтобы вы понимали. И я использовала еще. Каждый день использования несколько раз. Вот столько использовалось. А он у меня уже больше месяца. А вот эта фигня стоит... Блин, чтобы вас не обмануть. То ли 16 злотых. За сколько тут? Блин, за 20 миллилитров. А может и 20? Блин, не помню. Я ее вообще так редко использую. Но аромат тут мне нравится больше. Но я, конечно, больше за выгодное. Что-то, чтобы была цена-качество. Поэтому мне Victoria's Secret'очек нравился мист. Я бы еще купила. Вот как у меня хотя бы половинка дойдет. Я еще какой-нибудь аромат попробую. Они не очень все стойкие. Но я ими часто пшикаюсь. Поэтому мне кажется, что запах остается. И у меня еще вот этот аромат. Вот этот мист. И он мне... Я считаю, что он потрясающий. Но он более летний. Он сладкий-сладкий. Вот какой-то карамельно-ягодный. Клубничный. Конфетный. Печенечный. И всеми ароматами сладкими. Вот он тоже его остается мало. Но он тоже очень экономный. Хотя и все лето. Сколько? Три месяца я им пользовалась. И всего лишь половинку я использовала. И знаете, сколько тут миллилитров? 30 миллилитров. Каждый день. Все лето. И это не полно. Это 30 миллилитров. Неполноразмерка. Я тут немножко подкрашиваюсь. И купила вот такой BB-крем. Но он темный. Он для таких... Вот когда я загорела, он идеально подходит. Но он темный для меня. Короче, я решила чуть-чуть забадывать свои синяки под глазами, ребята. Даже спонжик себе вот такой купила.